Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Почетный визит президента Арменака Абрамяна. Президент Арменак Абрамян посетил кладбище Перлашес в Париже. Никол Пашинян принял участие в столетии окончания Первой мировой войны. В результате воздушных ударов США в Сирии были убиты четверо мирных жителей, в том числе дети. В Константинополе опубликована книга Забелла Есаяна «Последняя чаша». В Арчеши археологи обнаружили следы старого каменного города. На церемонии возведений на престол епископа в церкви Сент-Этиен-де-Мон присутствовал президент Западной Армении Арменак Абрамян. Под председательством архиепископа Парижа и представителя Восточной католической церкви Франции его преосвященнейший епископ Мишель Афетти в присутствии Ее Величества Луиджи Вентура, представляющей делегацию Папы во Франции, Его Величество Эли Егян. Во время божественной литургии выполнил свои епископские обязанности французской католической церкви в церкви Святого Креста в Париже, которая была совершена армянским церковным обрядом. Президент Национального собрания Республики Западной Армении Арменак Абрамян отдал дань памяти великим сыновям армянского народа Погосу Нубару Паше и Андронику Азаняну на кладбище Перла Шес в Париже. Визит приурочен к столетию окончания Первой мировой войны. Во время войны Погос Нубар, как законный представитель Западной Армении, как первый президент страны, представлял интересы своей страны, особенно бесценной его роль в юридическом представлении вопроса Западной Армении и армянства. Андроник Азанян, герой армянского освободительного движения, лично со своим отрядом в Первую мировую войну прошел героический путь. Во многом в этот тяжелый период времени Погос Нубар Паша и Андроник Азанян действовали во благо своего народа и во благо справедливости. Поэтому почтить память героев своего народа, которым при жизни народ посвящает песни, очень важно. Исполняющий обязанности премьер-министра Республики Армении Никол Пашинян принял участие в торжественной церемонии, посвященной столетию прекращения огня в Первой мировой войне, 11 ноября в Париже. Как сообщили в Департаменте информации общественных связей, правительство Армении Никол Пашинян и его жена Анна Копян прибыли в Елисейский дворец, где встретились с президентом Французской республики Эммануэлем Макроном и миссис Бриджит Макрон. Затем исполняющие обязанности премьер-министра Республики Армении вместе с главами государств, правительств и международных организаций, участвующими в мероприятиях, посвященных столетию прекращения огня, участвовали на торжественной церемонии на площади Шарля де Голя в Париже, где почтили память жертвам войны минуты молчания. После была представлена культурная программа, посвященная войне. Возглавляемая США коалиция продолжает удары по городу Хаджин в провинции Дер-Эзор на востоке Сирии. Погибли еще четыре мирных жителя, сообщает сирийское национальное агентство САНА. Авиация международной коалиции продолжает нападение на город Хаджин в восточной провинции Дер-Эзор, в результате чего погибли четыре мирных жителя, пишет агентство со ссылкой на местные источники. Жертвами стали два ребенка и две женщины, сообщает агентство со ссылкой на местные источники. Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел Сирии направило два письма в ООН в связи с новым авиаударом международной коалиции в главе США по городу Хаджин в провинции Дер-Эзор, в результате которого погибли 26 человек. Коалиция же заявила, что расследует сообщение о гибели мирных жителей в результате авиаудара ее ВВС. Коалиция регулярно наносит авиаудары по Хаджинам. Сирийские СМИ неоднократно сообщили о применении белого фосфора коалиции при авиаударах. Сирийские власти призвали ООН принять меры в отношении виновных и прекратить незаконное пребывание коалиции на территории Сирийской Арабской Республики. Представитель Пентагона тогда заявила, что коалиция США не раскрывает, что за боеприпасы применяются в Сирии, но они соответствуют международным нормам. США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против исламского государства, причем в Сирии действуют без согласия официальных властей страны. В издательстве АРАС в Стамбуле была опубликована «Последняя чаша» Забыла Ясаяна Мехмед Фатид Ослу, который перевел на турецкий рассказ в своем твиттере. Сказал, «Я считаю, что «Последняя чаша» – одна из самых интересных работ Забыла Ясаяна», писал переводчик. Следует отметить, что рассказ «Последняя чаша» Ясаяна была впервые опубликована в 1917 году. Археологи в северной прибрежной зоне озера Ван обнаружили древний каменный город, предположительно имевшим 2600-летнюю историю. Аберлер.ком пишет, на 270 гектаров города могли жить около 70 тысяч человек. После длительных раскопок стены и улицы разделены. Схема таинственного старого города более четко видна выше. Археологи отмечают, что проспекты и улицы города довольно широкие и просторные, а также много захоронений размером 35 на 35 метров. Ожидается, что в следующем году археологи сделают более подробные исследования здесь. В прошлом году в древнем городе Ван обнаружили 2800-летние семена пшеницы. Семена находятся в 25 километрах от города Ван, рядом со стенами крепости Сар-Дури-2. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию Кач Андрамича. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром!